Добрый день, уважаемые гости, участники, коллеги. Здесь представлены наши сорта, и вот по договоренности с Николаем Николаевичем мы не поставляем по мешку, а чтобы по полтонны, по тонне, чтобы можно было сажалкой посадить и комбайном убрать. Вот тогда можно это как раз производственный опыт сделать. Один из самых ранних сортов из нашей коллекции – это сорт Лисана, внесен в реестр государственный в 2019 году. Пока вот первые партии как раз материала испытываем в разных регионах. Показывает раннюю спелость на уровне Ривьеры. Плюс-минус, вот смотрите, то есть закладка клубней очень хорошая. Здесь срок посадки 28 марта, 1 апреля примерно. 28 апреля даже, да? А, апреля. То есть мы видим здесь вот это, вот сейчас как раз здесь рядков, наверное, 8. Сорт Лисана. Желтая мякоть. Очень устойчив к вирусным болезням. На уровне единицы. Вкусный картофель. Срок созревания примерно 50-55 дней. Дальше продвигаемся тогда. Да. Можем, да? Да. По желанию можно выкопать лопаты и посмотреть закладку. Но вот здесь вот подготовленный материал видно. По ней, что закладка очень хорошая. Раннеспелый клубень. Мы потом в сравнении с другими сортами увидим, как другие сорта также развиваются. Сорт Бетина. Один из стабильных старых сортов. Иммунный к ИГ-вирусу. То есть в тех регионах, где есть вопрос с вирусными болезнями. Очень многоклубневый. По сроку созревания примерно 8 дней. То есть он к среднеспелым сортам относится. Урожайный. С прочной кожурой для упаковки, мойки, хранения длительного. Высокоурожайный сорт. Очень устойчив к болезням. Сорт Саньява. Тоже в государственном реестре с 2019 года. Многоклубневый. Средний, ранний сорт. Для развития в тех регионах, где очень важна жаростойкость, засухоустойчивость. С хорошей кожурой для мойки, фасовки и длительного хранения. В этом году мы произвели примерно 500-600 тонн семенного материала. В основном он ушел на Ставропольский край. И вот мы уже урожай видим его в том регионе. Хорошо показывает для комбайновой уборки. Хорошая устойчивость к вирусным болезням тоже. Это одна из основных характеристик, при котором мы делаем отбор. Компания Малианов Агрогрупп, так же как селекционная компания, работает. Первый сорт мы свой подали в государственный реестр в прошлом году. Это сорт Джулия. И одним из основных показателей ставим как раз устойчивость к вирусным болезням. Сорт Рейнбоу это сорт французской селекции. Тоже в государственном реестре с 2020 года. В прошлом году вот испытывали здесь же в хозяйстве Юзефова. Получился очень хороший урожай крупных клубней, равномерный. И сорт прародителем является сорт Агата, который в Европе ценится очень хорошо в цене. По закладке и выкладке из хранилищ он показал самую лучшую сохранность и сохранность кожуры. Вот именно как раз такие сорта нужны для мойки. Почему? За счет внешних показателей такой сорт ценится. По ботве тоже можно судить. То есть здесь вообще претензий нет. Мне кажется, все сорта хорошо расположены. И защита проведена хорошо. Сорняков нет. Вот здесь российский сорт Грант. Мы занимаемся семеноводством от меристемных растений до пробирки. Вот такие сорта заслуживают сейчас внимания. Мы вышли на рынки других стран. Это, в общем-то, Средняя Азия и Ближний Восток. Такие сорта нужны с очень высоким содержанием сухого вещества. 25-28 у него сухого вещества. Достаточно содержания крахмала. Вот Брянская область у нас заинтересовалась этим сортом. Мы в прошлом году произвели уже первые партии материала. То есть ведем из пробирок этот материал. Сорт именно российский. Также в то же время он хорошо пригоден на мойку, фасовку. Видите, гладкая кожура. Розовый цвет кожуры получается. Сейчас пока кожура цвет не набрала. И прародителем этого сорта является сорт Ароза, который, как известно, является иммунным к вирусу Y. То есть очень устойчивый сорт. Средне спелого созревания. Но, в общем-то, крахмальные и сорта с высоким содержанием сухого вещества, они не отличаются ранней спелостью. Но очень урожайные. До 20 клубней. И сорт заслуживает большого внимания. Я думаю, что это будет один из экспортных потенциалов именно России. Из своих сортов. Ну, вот на этом сорте останавливаюсь по своей селекции. Значит, мы занимаемся семеноводством практически с 95-го года. У нас 11 площадок производства. Из них 4 собственных. Одно из них под названием Агроресурс. Мы производим картофель суперэлиту, элиту в горах Урала. У нас своя селекционная лаборатория, свой селекционный центр. И вот те площадки, которые мы от Калининграда. В Калининграде тоже у нас свое хозяйство. Порядка 80 гектаров. Мы много картофеля производим. И чипсовых сортов, и сортов на переработку. Ассортимент есть. У кого есть желание, обращайте ко мне. Дам реквизиты нашего сайта. И там есть описание сортов и все остальные характеристики. Спасибо за внимание. Вопросы есть Владимиру Дмитриевичу? Картофеля выращивают и отправляют в Европу в основном. Как перепеленные яйца приблизительно. Где-то 100 клубней. В свежем виде употребляют. Почему у нас не развито? Вы слышали про такие сорта? Да, да, да. И так называемый беби картофель называется. Да, да. Почему у нас? Ну, это рынок Европы. Даже в Германии, к примеру, не едят крупные картофели. В упаковке всегда 45-50 максимум миллиметров. Знаете, сейчас требование... Не умеют, говорят. У нас требование от 50 плюс идет в супермаркетах. Поэтому здесь беби картофель имеет распространение. Сейчас есть специальные сорта. Отдельно мелкий картофель смысла нет отбирать. Продолжение следует...